Тут за забором я могу остановиться перед знаком. Вот, вот, пятачок, да? Да, только справа. Ну, естественно, там. Все, знак начался, и теперь он идет аж до тот, который вперед. Вот второй дублирующий там. Вот он впереди, за ним все, можно остановиться. Можно. Боярд, Боярд. Какой Боярд? Нет, там, я запоминаю. Вы на знаке смотрите. Так, давайте выберем место для разворота и развернемся. Так, Андрей, сейчас. Вперед смотрим. Машина проедет, боковым зрением увидели, что она проехала. Смотрим зеркало, смотрим прямо. Вот он еще один. А теперь газ пошли. С газом, чтобы я чувствовал, что газ. Вот, выключаем поворотник газу, газу. Зачем мы перестроились и тормозим, так нельзя. Бить-то меня будут. Так, светофорчик, светофорчик. Так, тут есть разворот. Я вам как сегодня говорил, что можно было вот тут остановить. Поехали уже. А, ну, светофор, все. Уже все. И все, мы никуда не развернемся. Напротив установки нельзя. Угу. Вот, видите? Ух ты, блин, придурок. Как нас обогнали нормально. Давай вперед, там, возле заправки. Нас и там гоняют. Я там тоже не смогла. Все разворачивались. Я глазеночки выпучила, перепуганные, смотрела на них. Давайте. Почему все вот боятся ли? Я боюсь. Вот вроде мозгами понимают. В левый ряд. В левый? В левый, конечно. А мы в левом? Или еще? В левый ряд, пожалуйста. У вас положено. Он обгоняет. Ну, это глупость была с его стороны. Так нельзя было делать, конечно. Мы уже пошли, он тоже полез. Это хорошо, что мы его заметили. А если бы мы его не увидели, да? Еще левее. Еще разметка была там. Кусочек. По какой заправке он сгоняет? Ой. Заставляет разворачиваться после демьянки направо в разрывы бетонных этих. Посмотрите в левое зеркало. Нифига. А что он делает? Что он делает? Это я не там ехала? Конечно. Вы ехали по двум полосам. Все, все, я поняла. Прижмитесь к бордюрке и едем. Канапка. Объедем. Светофорчик зеленый. Ну, многие разворачивались в разрыве. Там бетонные блоки. Ну, мой инструктор меня учил ездить, разворачиваться в... На светофорском. Я наблюдаю. Разворачиваться возле заправки. Там, говорят, безопаснее. Разворачивайтесь где хотите, где не разрешено. И вы в любом случае должны выбирать безопасность для себя. Там безопасно. Там карман. Там я могу спокойно развернуться. Там впереди стали на светофор. И в кармане может машина лететь. Главное, внимание, внимательно обращать внимание, кто рядом с вами едет, куда едет. И чуть ли не думать, зачем он там едет. Предугадывать это все мы должны. Ну, вот между этими, это получается, с полосы надо убрать, и морда там уже торчит. С какой полосы? На каком основании я должен с полосы? Если я хочу здесь сейчас развернуться, я встал ровно, включил поворотник и повернул. Почему мы только ехали, я вот говорил, да? Говорил, что люди переживают за других. Почему я буду ехать 40? Там же знак 40. И я тогда поеду в правом ряду, чтобы другим не мешать. Знак распространяется на две полосы. Я хочу 40 ехать в правом ряду, хочу в левом. Почему я должен переживать за кого-то? И почему я должен нарушать из-за кого-то? Так же и здесь, в разрыве, мы не должны прятать машину. Мы должны встать напротив разрыва по ходу нашего движения в прямом направлении, включив поворотник заблаговременно. И при отсутствии встречного движения развернуться. Почему мы должны машину убирать в разрыв? Где это написано? Что, здесь пробовать? Пробуем здесь, включили поворотник. Вы как хотите сдавать экзамен? Я бы до заправки приехал. Я бы до заправки. А вот вы первый поворот бы проехали, и вам сказал бы, вы не выполнили требования экзаменатора. И все. Как говорится, пишите письма. Так, я первый раз так разворачиваюсь, Андрей. Поэтому пока еще не могу ни въехать, ни сообразить. Ну что, ну главное в бордюрку не задеть. Пытаюсь. Еще чуть-чуть. Крутим руль, впереди никого нету. Ну, кроме вот этого человека. Вот так вот. Разгоняем. Не надо лететь сюда, вот. Вот, вот, вот. Попыталась, чуть-чуть не рассчитала. Надо выбирать себе такой радиус, чтобы вам комфортно было повернуть. Ну, сразу я бы не завернула вот в эту, да. Я просто не вовремя вернула. Разгоняйте машину, а то опять мы едем слишком медленно. Ни с того, ни с сего. Это не нужно. Разгоняем машину. Разгоняем, разгоняем, разгоняем. Разгоняем, я жму на газик, на газик. Чего вы там жмете? Вы педаль, наверное, просто гладите. Я жму на газик, а у меня уже сердце там. Далеко, далеко. Вот так, тут я потеряюсь. Мы идем по второй сейчас. Мы идем, черт его знает где. Мы шли по второй, а перестроились каким-то чудом вправо. Теперь нам надо уйти. Всегда, при таких дорогах, выбирайте, где есть бордюрка. Слева надо было включить поворотник и перестроиться. Так, я могу перестроиться. Давайте, и тогда мы не будем полосы терять. Вот ты. Все, он увидел ваши действия и думает, ну и баню идти. Еще поворотник. Я же столько что сказал, бордюрки приезжались. И тогда вы точно знаете свою полосу. И мы не гуляем по полосам. Понимаете? Все, это же как ориентир слева. Это же легко. Больше, мне тяжелее, поверьте, чем ездить. Хотя я умнее. Да больше, это фигня. Вот, почему? А машина, это не фигня, это руль, это дорога, это куча в округе людей, машин. Так, ну что, попробуем еще раз под мостом перестроиться и не забыть включить поворотники. Пизде. Давайте, давайте. На вас будут смотреть тысячи людей города Хабаровска. Одноклассников есть? Угу. Там вы увидите. А вы, кстати, домой придете и посмотрите еще раз это видео. Обязательно. Я сегодня заглядывала, искала проспекты, все что угодно нашла. Что-то до проспекта не нашла. Кстати, вот это пешеходный переход. Регулируемый. Если бы мы сейчас бы разворачивались, мы бы не должны были бы с вами... Ну, мы выехали бы на зеленый, да, загорелся красный бы, они бы остановились. Мы не могли бы развернуться тут. Мы бы встали бы под светофор и ждали бы. Тут уж лучше не надо здесь. Лучше не надо. Разворачиваться можно. Я чуть не то сказал. Ну, надо понимать, что то был не перекресток регулируемый, а вот регулируемый перекресток. Если мы на этом, мы едем прямо сейчас за Нижевичком, но если бы мы бы разворачивались, как черная машина стоит, да, с поворотником, выехали бы на центр, начали бы выкручивать руль, когда не было бы встречки, мы бы разворачивались и тут смотрим, нам красный горит уже в обратном направлении. Мы покидаем перекресток. На красный. Ну, конечно, мы завершаем маневр. А там, где один светофор слева и один светофор справа, это пешеходный. Я не знаю, я где иду. Ну, прижмитесь вправо. Правый поворотник. Ага, вот он. Вы его пропустите. Чуть-чуть притормозили. Видите, человек даже влево ушел из-за нас, да, он увидел, что мы перестраиваемся и решил уйти влево, нам не мешать. Это для чего говорит? О чем это говорит? О том, что заблаговременно выключили поворотник и вас поняли люди, для чего нужны поворотники. Какой знак проехали? Остановка запрещена. Запомните, где это находится. На горятах. Напротив на горятах останавливаться нельзя. Давайте в левый ряд перестраивайтесь. Поворотник, я же говорю, заблаговременно. Где пошли, никого там нет, с газом, с газом, чтобы я прям чувствовал, что машина ускоряется. Вот. Разгоняйте машину до 60. Да я по светофору смотрю, он же может в самый неподходящий момент. Он забегает, у вас еще время уйма остановиться было. Ну, не более 60. Ага. С горочкой. Хороший. Знаки нам обозначают, что движение только прямо. Движение только прямо. За светофором, опять же пешеходным, мы перестроимся в левый ряд. Включили левый поворотник. Ну, давай. Ну, зачем вы тормозите? Зачем вы тормозите? Пошли, пошли. Человек уже видит, что мы тормозим. Мы что-то там начинаем мудрить. Он уже остановился. От греха подальше. Во-первых, он шел по этой полосе. У него знак «Уступи дорогу». Он перестроился вправо, а мы влево. Переперестроение двух автомобилей одновременно. Что делаем? По помехе справа. Мы у него были помеха справа. Мы у него были помеха справа? Конечно. Он у нас слева. Смелее, смелее, смелее. Крутим по надобности руль. Право посмотрели? Так, поток машин, которые едут с южного. Правый поворотник, правое зеркало. Правый поворотник. Правый. Смотрим зеркало, да? Нам моргнули. Газу. Давайте еще раз перестроимся. Вот так вот. Не фига. Вот за этой машиной. Выключаем поворотник. Опять же, видим знаки движения прямо. Это тоже пешеходный светофор. Видите столбы? Справа и слева по одному светофору. За ними, за этими столбами, нет еще дублирующих светофоров. Значит, вы не перекресток. Запомните, где два светофора. Один слева, один справа. Это пешеходный переход. Когда горит красный, откуда ты бы не выезжал бы, даже если был бы поворот, мы бы остановились. Другой человек выехать тоже не может, пока он не загорится зеленый. Наша средняя полоса. Если теряетесь, включите право поворотник. Включайте, сейчас будет легче. Включили? Нет. Поворотник. Ну, я же вижу, что нет. Мы чуть аварю с вами. Да, уже поздно. Разгоняем машину. Выключаем поворотник. Все. Если вы путаетесь в полосах, я же еще раз говорю, прижимайтесь к какой-нибудь стороне, где есть отбойник, бордюрка и тому подобное. И вы тогда не сможете уже, как говорится, затупить. Понимаете? Будете потихоньку с поворотником ехать и перестроиться. Все. Выключайте поворотник. Какие мы знаки видим справа от нас? Движение только направо и остановка запрещена. Очень любимое действие инспекторов говорить, да, после этого поворота выберите место для остановки. Вот тут справа, да, можно остановиться, но это же не парковка. Да, это парковка, но она не обозначенная знаком парковочная. Да? Значит, мы едем дальше. Вот перекресток, да, мы останавливаемся. После остановки нужно посерединочке остановиться, на Сингапуре. А если бы знак был бы, остановка запрещена, и тут рядом с нами парковка, и знак обозначенный, что это парковка, мы можем в парковку остановиться, потому что действие знака на парковку не распространяется. Левый поворотник. Зеркало смотрим, после красной связан. Нет. Не надо. Он так ускорился. Тогда выплечем. Тогда выплечем. Ну тогда будем плестись как черепа. Вам нравится? Или все-таки попытаемся перестроиться? Смотрите прямо. Прямо. Проезжает машина, по каким зрением вы видите? Все, можно. Пошли. Знак какой вы видели? Стоянка запрещена. Остановка запрещена. Опять же. Вот теперь выбирайте место для остановки. Это, по-моему, третий знак был, да? Здесь уже. Здесь можно остановить? После этого знака еще не было ни одного перекрестка. Что это территория справа, да? Что можно там остановить прилегающий. А вам скажут, что это просто уширение дороги, проезжая часть. Все. Ничем вы не докажете. Свою право от того. После перекрестка. Знак главная дорога отменяет действие, да? И перекресток. Так как тут забор, мы проезжаем чуть дальше, вдруг мы пассажира не сможем высадить. Да здесь нецелесообразно вообще остановиться. И вот тут остановиться можно. Здесь можно остановиться. Так, мы ехали всем автобусом. А что для этого нужно сделать? Было перестроиться. Нет, ну мы искали, правда, остановку. Не поджимайте автобус, вам неудобно будет выруливать из-за него. Чем ближе вы подъедете, тем больше вам рульных придется крутить. Понимаете? А я сейчас подожду, пока вот это сейчас уйдет. Ну, ну. Да уже прямо едем. Почему? Потому что автобус уже ушел. Вот еще раз, да, знак главной дорогой. Остановка запрещена. Он вообще объехал. Левый поворотник. Выключайте поворотник. Нам хватает места. Да что он делает? Обещаем. Да ничего он уже не делает. Он останавливается, людей выпускает. Правый поворотник. Выключаем. Выключаем. Знак какой, вот он. Остановка запрещена. Остановка запрещена. Вот до этого знака перед, впереди запрещена. После него можно остановиться. До знака, да? До знака нельзя. Да, я говорю до знака стрелочка стоит. От этого до этого. Все, пожалуйста. Ну, давайте, пожалуйста, это и сделаем. Поворотник заблаговременно, пожалуйста. Сзади едет. Отпустите тормоза. А теперь смотрите сзади. Грузовик, видите? Отпечайте поворотник. Поехали. Мы с вами некрасиво сделали. Мы просто, я вам так скажу, да, по-человечески, по-простому. Мы тупо, резко остановились, и человек просто аж опешил. Что это? Мы взяли и остановились. Для чего поворотники? И главное торможение. Нажимаешь на тормоз, потихонечку, чтобы лампочки загорелись, и дал человеку понять, что ты хочешь сделать. Понимаете? Куда едем? Куда, куда. Там, видели, да, пробка, смысла туда нет ехать. Едем сейчас, значит, на право. Ну, в сторону аэропорта. Правый поворотник. Сейчас проеду вот этот. И опять же заходим в поворот, да, прижимаясь к правой стороне. Вот так едем. Я уже прижимаюсь, мне уже страшно. Да не бойтесь вы ничего. Чего бояться? Глаза есть, руки есть. Так все кажется, что я сейчас в бордюре. А вы в зеркало посмотрите, вы видите, где ваш бордюр. Да, ли, где середина вообще посередине. Ну, я вижу, что его посередине, но... Я же хочу, чтобы вы сами согласились. Эй! А по всей дороге. Эй, ладно. Тем более чужая машина, чего ее там жалеть, да? Да я так старалась, так старалась. Знаю, какой. Уступи дорогу. Вот, что мы должны сделать? Мы должны здесь включить, притормозить, включить поворотник. Пропустить того, кто идет по главной, где поворотник. Вот так вот. И вклинет. Выключаем поворотник. Рулем мы, в принципе, даже не болтаем. Мы вышли в полосу. Я ему спасибо скажу. Не надо резко уже тормозить. Не надо, не надо резко тормозить. Мы сейчас нарушили. Но я вам скажу почему. Нас пропустили. И вы видели, как слишком он сильно к нам, к нашей попе прижался. Если бы сейчас резко остановились, пашеплавно мы еще не можем останавливаться. Быстро так думать. И не обижайтесь. Мы бы остановились бы, и он бы въехал бы у нас. Я из-за автобуса не переживал. Он автобус видит. Но в тот момент, когда я вижу, что вы хотите остановиться, я вам сказал, не надо. Правильно, что вы увидели автобус. Это все правильно. Но мы еще должны избегать ДТП. Те, которые сзади. Мы не будем виноваты. Но, опять же, резкий тормоз. Давайте остановимся, чтобы его пропустить. Пусть он выезжает, там слева тоже человек его пропускает. Вообще, самое хорошее орудие водителя – это уважение к другим. Потому что, если у нас нет уважения к людям на дороге, соответственно, мы несчастные люди. Если вы видите, что кто-то где-то, как пицца, дупит, едет слишком медленно, возьми и объедь его. Улыбнись, я не знаю, там скажи что. Пальцем погрози, ну с улыбкой, чтобы тебя не послали. Просто скажи, чуть-чуть неправильно вы едете. Да и советы наши, в принципе, никому не нужны. Сделали свои выводы, что от этой машины мы держимся подальше. Все, и поехали. То, чтобы подрезать и учить ездить, резко останавливаться, ну я тоже считаю это очень глупо. Я вот вижу, кто-то едет тупик, да. Я объехал, у меня своих проблем хватает, я не буду переживать. А вы видели, как ноги отгоняют и резко тормозят? Не, и дело. Если мне будет сказано остановиться, я в этот карман не могу доехать. Конечно, можете, вот, в конец остановки. Ну да, ну, нафиг. Ну давайте выберем место для остановки. А нет, в остановке я не доехаю. Можно? Если вы не мешаете, никого же нет. Сзади троллейбуса. Что вы его имя выберете. Ладно, ладно, вы останавливайтесь там, где где. Я могу включить левую поворот. Влево посмотреть, вдруг по бордюрке побежал бы человек бы. Может он махал бы руками и думал, что мы для него останавливаемся. И останавливаемся. Теперь включаем. А вы остановились, да? Ну я остановилась, надо... Да, раз вы уже остановились, то надо все выполнять. Чтобы это был автоматизм. Поехали. Включаем. Я так хотела перейти. Вот видите, ваша спешка. Я хотела успеть. Вот. А мне не нужно, чтобы вы успевали. Мне нужно, чтобы вы в общем потоке справлялись. Я и хотел, чтобы машины все поехали. Чтобы нам было сложно с вами выехать. Понимаете? Когда легко, тогда и меня здесь... Смысл моего нахождения здесь. Вот, видите? Дождались? Да. И ничего страшного, правильно? Сейчас мы с вами выберем место для разворота и развернемся. Душевненько. Что, Андрюша? Душевненько. А, душевненько? Ну да. Ну а как вы хотели? Ты же дебальные танцы все закинь. Давайте левый порог. Дебальные танцы к дыречке, наверное? Ну я не знаю. Да, клапан, сейчас светофор. И никого. Едем. Разгоняйте машину. Перестраиваться мы уже... У нас не получится. Здесь сплошная перед светофором. Видите? Едем. Едем. Разгоняйте машину, пожалуйста. Поворотник. Почему? Можете с поворотником. Сейчас включайте левый поворотник. Посмотрите в зеркало. А я его сейчас резану. Вот так, да? Вот так, чтобы он так больше не делал. Видишь же, да, человека? В левый поворотник включайте. И едем прямо. Где она? Вот она. Путим ружием. Да, езжаем. Видите пешеходный переход? Да, но он у нас еще не... За него выезжаем. За него. За него. И черный. Ой, черный. И черный, и зеленый все собрало в кучу. Вот так. Значит, дальше я вылечу. Еще можно чуть-чуть придет. Попушкой. И готовим. Крутим руль. Поехали. Крутим руль. Крутим руль, крутим, крутим, крутим. 15 секунд. Успеваем. А вот если бы горел красным, мы должны остановиться прямо под ним. Это не перекресток. Запомнили? А вот если бы действия в перекрестке были, мы бы должны покинуть. Покинуть. 4 светофора, покидаем светофор. 2 светофора, стоим, ждем. А это равно сильно, что видите, впереди красный горит. Отсюда сейчас человек бы выехал. Остановился бы на красный, остановился бы. Все. Запомнило. Так, поехали на развязки. По развязке сейчас катаемся туда-обратно. Вот поймем, что такое развязки. Пока еще батарейка не села. Давайте в левый ряд уходим. Вообще старайтесь в левом ряду ехать в жизни. Не переживайте ни о чем. Разгоняем машину. 7, 6, 5. Нет, все. Ну, тормозите, ладно. Сейчас как раз покажем. Справа у нас табличка стоп. На столбе со знаком главная дорога. Это у нас получается нерегулируемый перекресток. Но по сути он уже регулируемый. Раз табличка стоп, он получается регулируемый. Впереди у нас горит красный. Мы стоим на стоп. Табличка стоп. Но опять же, выезжая справа, где ребята выезжают, им не важно какой светофор, они могут в любой момент выезжать, лишь бы не пропустить нас и встречку. Все. Разгоняем автомобиль. Почему, Груб? Левый ряд он удобен, да? Видите, автобусы, остановки. Да, мы вышли во второй ряд. Как говорится, прием и прием. Музыку еще врубили. Ну так, чтобы слышали и видели все. Да. Это, чтобы вдруг кто-то посигналит, и мы даже не услышали. Ну, а что сигналить-то? Он малый. Ну, что мы останавливаемся? Вот сейчас мы действительно едем 40 километров, очень плохо. Давайте, раз уж вышли в левый ряд, знаков запрещающих нет, дорога пустая, разгоняйтесь до 60. Учитесь, разгоняйтесь. Чуть-чуть осталось. Так, я вот могу сейчас не понять, по какой полосе ехать. Какой? По левой вы ехали? Ехала. И едем на левый, разгоняем. Разгоняем, разгоняем. И попытаться войти в полосе ехали. Правый поворотник включаем. У нас белую машину видите. Ну как, белую видите? А, вот эту нет, она у меня в мертвой зоне. Она будет меня сейчас обгонять. А вот теперь ее нет. Точнее будет опережение, она произвела. Включаем поворотник. Наше движение включает, включаем. Здесь мы заходим, нас они должны пропускать. Но если бы мы пытались бы здесь зайти, а здесь, где мы едем, человек бы ехал, мы его уже должны пропустить. Потому что это уже полноценная поворотница. Так, мы вошли, выключаем поворотник. Мы никуда не вошли, если честно. Ну мы едем. Ну мы посередине дороги заехали. Давайте, прижимайте к праву. Кстати, если бы вам сказали в районе Большой Медведице выбрать место для разворота. Мы сейчас и развернемся. Что нужно сделать? Ну вот представьте, вот на Большой Медведице вам говорят выбрать место для разворота. Мы уходим сюда, в эту полосу, где мы едем. На эту развязку. Здесь поворотник тоже нужно указывать. Отпустите тормоза, пожалуйста. Влево сразу смотрите. Никого. Газу. 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 Выключайте поворотник. Мы не перестраиваемся. Мы едем опять на развязку. Это мы ехали с аэропорта и захотели развернуться. Да? А теперь мы хотим обратно. Мы спустились с трубопровода. Путепровода, извиняюсь. И опять же на него поднимаемся. Правоповоротник. Вот здесь я не стала играть. Я не знала, что здесь заезд. Давайте, давайте. Крутим руль. Кручу, кручу. Вы гуляете по дороге. Это очень плохо. Бля, это страшно. Держим, дай. Почему здесь очень страшно? Поворот. Смотрите, а здесь мы теперь пропускаем тех ребят, кто едет с главной дороги. По главной дороге перестраиваются на развязку. Здесь включаем уже левый поворотник. Левый? Да. Мы же сейчас влево уходить с вами. Здесь пропускаем. Поехали. Никого нет уже. И уходим. Вот здесь, да, мы еще пропускаем. Но если бы мы ехали бы, где вот 203 машина едет, перестраиваемся, а мы сейчас хотим направо, а он хочет, ой, он налево, а мы направо. Мы его пропускаем. То мы его уже пропустим. Он помеха справа у нас. Да. Нет. Переперестроение двух машин, да. Он, а мы за ним. Все верно. Ну просто, когда мы выезжаем на мост, я так скажу, у нас стоит знак, уступи дорогу. Мы уступаем всем. Но если мы выехали в свою полосу и проехали уже хрен знает докутого, и захотели перестроиться, а кто-то летит-летит и хочет в конце развязки уйти направо, он уже нас должен пропускать. Но обычно сигналят и кричат, ты, чувак, ты должен пропустить. Никому мы ничего не должны. Так, я думаю, давайте на промышленную, да, прокатимся? Андрей, у нас там так. Правый поворотник, правое зеркало. Выключайте поворотник. Выключили. Поехали. Теперь включаем. Почему я так сказал? Потому что подумали, что мы туда. Да, что мы повернем на право. И в итоге он бы выскочил у нас перед носом. Поехали, у нас дополнительная секция. У нас дополнительная секция. Пешеход красный горит, обратите на это внимание. Вы как водитель обращайте внимание на это все. Что мы уже подъезжаем к светофору, видим дополнительную секцию, разрешающую поворот направо, и красный горит у пешеходов. Экран за нами повернул опять. Вас преследует? Да, он на большой, а когда повернул, увидела стрелу над нами. Мне так страшно было, и он опять едет сзади нас. Так, ну промышленную мы все уже снимать не будем. Это будет следующий, как говорится, выпуск. Промышленную. Один знак, недолго, одна останавливаться везде. Ну да. Там только после знака, но там очень...